Всем привет, дорогие друзья! Ну и, честно говоря, ситуация немножко странная. Мы все чуть-чуть в замешательстве. Ну, если кратко говоря, нам подарили штуку. И почему же она все-таки странная? Так все бы ничего. Подарили тачку, вау, надо радоваться. И да, пусть бог с ним, что с Жигули. Но это же тачка. Все равно тебе как-никак, но тебе приятно, когда тебе дарят машину. Но есть такой нюанс. Эта машина стояла три года на месте. Нам нужно подготовить ее к ралли. И это советский автопром. Чтобы вы понимали, просто здесь открыть дверь, это... Сейчас я сделаю это со всей силы. Ну, сейчас, ладно, получилось. Или это на отморозе не закрывало? Прикинь, дверь закрываться стала. Короче, эта дверь, ну... Ну, как бы... А, ну вот. Да. Я буду строить не один. Сюда иди. Вот этот будет подъявляться в каждой серии копейки. Мучиться вместе с ним, с этим аппаратом. Еще раз. Мучиться вместе вот с этим человеком, вот с этим зеленым автомобилем. Ну, его нету. Значит, он в хорошем состоянии. А подожди, а у нас вообще есть фильтр или нету? Он, конечно, дешевый, я не спорю, но... Не прикинь! Фильтрак новый. А по мотору у нас, кстати, довольно все неплохо. Учитывая то, что эта тачка стояла три года. Ну, так и... Ну, это и ожидалось, потому что обычно случается что-то с подвеской, с колесами, со ступичными, с колодками. Но мотор обычно сохраняется. Ну, здесь этот закон сработал. И... Здесь коммутатор, здесь бесконтактное зажигание. А-а-а! Фу, я к ней даже больше не прикоснусь. Ну, это капец! Я знаю, сколько... Да, будем ставить бесконтактный. Ой, контактный. Извиняю. Давай. Пойди-ка. Ща угарнем. Что у нас по маслу? Ну... Ну, кстати, вполне... Оно жидкое. Да. Нет, оно слишком жидкое. То есть, оно, походу, ему плохо, и оно отстоялось. Сливать надо. Да, надо будет. Принцип, все жидкости надо сливать. Которые присутствуют. Ты прикинь! Все. Охлаждайка есть. Ну, как, на донышке, но охлаждайка. Как-никак. И что? Один дворник. Один. Хотя бы один. Ай, снежок. Блин, кайф! Магистрали тормозные, где проходят тормозные жидкости, они не перебиты. Это кайф, потому что, если они были бы перебиты, то мы бы с тобой замучились. Это реально, это целый день бы ушел только на замену их. Про кузов будем что-нибудь говорить? Короче, пока там Максим возит, смотрит, что внутри, мы прокачаем уже сейчас нашу машину. По правилам, как бы, надо начинать, скажем так, со внутренности, а мы начнем с внешности. Братан, я твои носки нашел. О, кстати. Ну, такое, конечно, себе. Ну, в принципе, крашеный пружинный и крашеный мост, это нормально. Но когда от моста отходит его силовая часть... Такое себе что-то. Да. Так, что у нас глушить? А, ну, знаешь, в принципе, крепко. Не шатай его надо мной. Так, а как тут вообще фартили? А, нет, ладно, все, сюда не идем даже. Так, что у нас по кардану? Подожди, короче, смотри, ты когда будешь рассматривать тачку, да? Ты мысль прокручиваешь, что мы ее не покупали даже, ладно? Ну, в натуре. Давай хоть какие-то плюсы искать. Хорошо. Кордон не шатается. Забудьте я. А, нет. Нет, он шатается. Редуктор надо... Редуктор под замену. Тормозные шланги. Ну, кстати, я бы поспорил, они нормальные еще. Тяги. И сайлентблоки, кстати, норм. Более-менее пока что поедет можно. Нормально. Хотя бы крутится. Ручник. Хер, и вот на это он, может быть, не работает. Трубочка новая. Нормально. Ну, такое себе, конечно, для ралли. Ну, фольга. Ну, шот с ним там был. Ох ты ж, мать моя. Да ладно. А вот коробка, садник на коробке, походу, потек. Где этот... О, мухта. Ну, нормально. Кстати, живая, но ее, походу, заменили. Я удивляюсь, что эта тачка, я сейчас, что-то живая. Ну, да ладно. Так, коробка, станник течет. Так, это датчик спидометра. Ай! Что капает? Блин. Это жидкость. А, слышь, это, походу, это я хрен его знает, откуда капать. Это откуда-то отсюда. Так, магистрали, кстати, они целые, они живые еще. Более-менее. Че там? Че там? Так, это нормально. Отнутри, смотри. Так, подушки двигателя, кстати, новые. Ремень. Живой еще. В топливном насосе вода. Ни за что не задевает, нет, 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 что вы. Тачка новая, без пробега пары РФ. Ну, почистить, что, и все, мне кажется, будет нормально. А в остальном-то, кстати, она даже живая. Не, я тут трогаю. Ну-ка, подержи, подержи. Ступичному очень плохо. Вот, ну, чтобы вы понимали, как бы над машиной еще работать и работать, и работа вполне, кстати, нормально. Ну, силовая часть такая себе, но, кстати, на москвича, она отсутствовала. Чтобы вы понимали. Она вот сгнила вот здесь, вот здесь. Ну, ладно, потом веду все. Я все-таки... Где резинки-кушители? О чем вообще? Ну-ка, дай-ка, дай-ка, не-не-не, они же где-то должны быть. Он на чем-то висит. На хомутах, че. А что мы получаем в итоге? Где вообще крепление? В итоге мы получаем вполне живую жигу, над которой осталось только поработать. То есть, спасибо Федору Ивановичу, который дал нам этот автомобиль. И почему же я взялся за этот проект? Дело в том, что на Ютубе полно видосиков с жигами, но это корчи. Корчи для дрифта. Нет, против дрифта ничего не говорю, я сам люблю дрифт и просто молю его. Ну, нигде нету видосиков, как построить тачку для ралли. Именно поэтому я решил взялся за такой эксклюзив, можно сказать. Да, серия получилась короткой, я не спорю. Но это маленький шажочек в открытии проекта. Насчет названия придумайте сами, пишите в комментарии, выберу самый актуальный. И вот. В заключении я хочу сказать спасибо, что вы посмотрели этот видосик. Лайк, подписываемся, это прям обязательно, потому что скоро пойдет прям, ух, такая жара у нас стоит, такая Волга, КГБшная. Потом еще Lexus RX, еще. В общем, будет интересно. Подписывайтесь, удачи. И пока. Ну, мы пошли за шелуком. Субтитры сделал DimaTorzok